Сельское поселение Успенской по благоустройству территории считается одним из лучших в районе. Именно здесь было предложено участникам выездного совещания изучить положительный опыт коллег. Владимир Горяев на месте рассказал, с чем пришлось столкнуться при реализации запланированных проектов. Мы всю зиму работали со старшими советами. Спор есть определенный. Мы все думаем, что жители хотят, чтобы была детская площадка рядом во дворе. Вы знаете, здесь спор пришел до и за и против, 50-50. Приняли Соломоново решение, что между двух домов вот так здесь поставим детскую площадку. Также делегацией были продемонстрированы пресс для мусора. Таких комплексов на территории Успенского несколько. Они существенно экономят средства по вывозу мусора из поселения. После объезда территории состоялось совещание, где были подведены итоги рабочей поездки. Не так давно в Мособолдуме был принят закон о благоустройстве. И в каждом муниципалитете были разработаны правила благоустройства. И эти документы, как все мы с вами знаем, жестко закрепляют ответственных за каждым клочком нашей Одинцовской земли. Я хорошо помню наши рейды, которые проходили не так давно еще вдоль Минского, Можайского шоссе. Когда мы очень часто сталкивались с недопониманием. Было много вопросов, много мешков, горы мусора. Кто, собственно, за это должен отвечать. Еще полгода назад у нас с вами не было четкого понимания. Даже мы с вами сталкивались в нашей текущей работе, когда главы двух муниципалитетов, двух поселений на приграничной территории долго обсуждали и рассуждали, кто же все-таки должен убирать мусор в конкретном этом месте. Была такая прям, честно скажем, перепалка. Это все было из-за того, что четкой программы, четкой карты, четких закрепленных не было на тот период в нашем районе. Далее встреча проходила в режиме вопрос-ответ. Почти все поселения района объединяет одна проблема. Недобросовестные жители оставляют мусор на обочинах дорог, автобусных остановках. Это портит облик поселений, плохо сказывается на имидже действующей власти. Но надзорные органы не спешат штрафовать жителей. Им проще выписать штраф администрации, не разбираясь в проблеме. Хотя зачастую дороги, на которых возникают стихийные свалки или лесная зона, не относятся к муниципальному образованию. Они федерального значения и тратить на их уборку деньги главы поселений по закону не имеют права. Мы с вами понимаем, нарисовав схему, мы не сможем сразу 7 минут на реализовать эти нормы. Поэтому нам нужно сейчас четко, ежедневно, в режиме ежедневном осуществлять закрепление путем нормативных шахтов. То есть это должны быть либо постановления со схемами и с конкретной детализацией, что находится у собственников прилегающей территории, и четкие графики уборки. Соответственно, понимая это, у муниципального образования появляются все основания спрашивать сладейцев. Поэтому вот этот механизм, он с одной стороны и прост, но в то же самое время, с учетом того, что у нас только первый год, как вышел закон о благоустройстве, будут какие-то нюансы и вопросы в честь применительной практики. Было принято решение обратиться в правительство Московской области с предложением четко регламентировать обязанности надзорных органов в этом вопросе и определить ответственность глав поселений. Одинцова.